Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер с Константином Гречаном. Уже окончательно стало известно, что Украина до конца года не получит очередного транша от МВФ. Не секрет, что финансовая подпитка от МВФ серьезно влияет на стабильность национальной валюты. И вот в связи с этим мы сегодня у вас спрашиваем, безопасно ли держать деньги в гривне. Если считаете, что безопасно, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что небезопасно, звоните по номеру 784 80 82. Что будет в дальнейшем, в обозримом будущем с курсом гривны, мы сегодня пообщаемся с нашими гостями студии. К нам пришли экономист Михаил Борисов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Игорь Назаренко, журналист, политолог, эксперт. Здравствуйте. Здравствуйте. И Геннадий Чижов, политолог, президент исследовательского центра ЛАД. Здравствуйте, Геннадий. Добрый вечер. Давайте вот с вас, собственно, и начнем. Как вы считаете, вот все, денег от МВФ не будет. Будет ли, найдет ли Украина внутренние резервы для поддержания курса гривны хотя бы вот на ближайшие месяцы? Ну, я хотел сказать, что об этом мы с вами говорили в студии и не раз давал интервью, что не будет этих средств. Предположительно, ожидалось в пятый транш по программе расширенного финансирования в составе всего 17,5 миллиардов долларов. Поэтому прогноз сбылся, но он, к сожалению, сбылся для нашей страны. И я считаю, что это все-таки прогрессивная точка отсчета. Пора уже правильно считать свои финансы и начинать строить экономику на новых условиях. Вот в этой ситуации я бы сказал так. Мы можем только гадать, почему нам не дали эти деньги, но тогда, когда в стране политика давлеет над экономикой, а в данном случае имеется в виду, что нам все-таки давали, даже изменяли правила МВФ при Обаме в 2015 году, чтобы выдать очередной транш. Когда стране, которая объявила дефолт, а мы в 2015 году объявляли технический дефолт 3 миллиарда, мы не выплатили в Российской Федерации, то это означает, что давлеет политика. И я думаю, что политика и как раз здесь тоже вмешивается. Но политика государства, наше государство, наша власть почему-то решила, что не обязательно выполнять те условия, которые записаны в меморандуме. В меморандуме там было 11 условий. И вот самые яркие мы не выполнили, а это именно продажа земли сельхозназначения, как бы то ни было по факту. Это сокращение бюджетников, цифры тоже, параметры не сходятся. Это отмена упрощенки, то есть упрощенного налогообложения для единоналожников, которое должно было состояться с 1 января 2018 года, до которого осталось буквально 2 месяца. Ну и еще причина политическая, это выборы. Проанализировав историю страншими для многих государств, МВФ выдает по всему миру кредиты недорогие, мы заметили, что от 8 до 9 месяцев срок, когда они прекращают, до этого срока они прекращают кредитовать страны, в которых будут досрочные выборы. Если досрочные выборы ожидаются в стране, аналитики, политические центры дают им эту информацию, правительство тоже не рекомендует. И МВФ говорит о том, что мы не можем кредитовать, чтобы деньги не были тем или иным образом уведенные, а не в этом разворованные, но уведенные не в том направлении. И потом, чтобы люди не отказывались от правительства, от того, что это же при прежних, при злочинной владе выбрали эти деньги и так далее. Не дай бог какой-то будет срыв. Вот это основные параметры, основные причины, почему анализ нашего центра, к счастью и к сожалению для нашего населения, сбылся. Игорь, по вашему мнению, действительно, то, что сказал Геннадий, да, есть условия дополнительные от МВФ, которые мы не выполнили, но тем не менее мы провели медицинскую реформу, то, что они очень добивались пенсионную реформу. Кроме того, у нас очередная проплата по старым кредитам МВФ и, как правило, в таких случаях МВФ дает деньги, которые, по сути же, обратно ими уходят. Тем не менее, нам не дали. Почему? Ну, недодавили продажу сельхозземли. То есть, на самом деле, как бы, понятно, что денег, которые дает МВФ, категорически недостаточно при том положении экономики, в котором мы находимся. Но это позволяет держать страну в состоянии искусственной или экономику. Держать экономику в состоянии искусственной комы. То есть, она еще не умерла, но в таком предкоматозном состоянии. Значит, раз они не дают, соответственно, как бы у нас понижаются ЗВР. И ЗВР они сейчас пересчитали, там, с 20 до 18, с половиной, по-моему, да, в следующем году. И, соответственно, пересчитали на 3 года вперед, тоже с понижением. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не сможем кредитовать критический импорт. У нас будут затруднения в этом направлении. Соответственно, как бы, страна будет находиться в еще более жестких экономических условиях. То есть, на самом деле, деньги это как кровь. Ну, возьмите, откачайте у человека часть крови, да, как он себя будет чувствовать? Ну, очень слабеньким, да? Вот, и у нас в стране происходит ровно то же самое. То есть, они нас обескровливают, додавливают, чтобы мы уже, так сказать, и уже землю-то, собственно говоря, отдали, ради чего, собственно, затевалось все. Не проведена деолигархизация. То есть, как это комично не звучит, но наши собственные олигархи, они противостоят вхождению транснациональных корпораций на территорию Украины. Вот эта вот коррупция, с которой они борются при помощи НАБУ, через которую они хотят бороться при помощи антикоррупционных судов, то есть, по сути, напрямую управляемых из-за границы. Вот они добиваются чего? Они добиваются вот этого. То есть, не решены вопросы с олигархией, не решены вопросы с продажей земли. То есть, ну, нас как бы утилизуют, как бы катают под каток. Вот. Ну, и как бы в этом формате, собственно говоря, мы видим, что денег не дают. И только из-за этого, а не там из-за чего-либо. И надо четко понимать, что, значит, вот этой власти как-то надо выкручиваться. Вик Гройсман заявил о том, что он не будет поднимать цены на газ. Это тоже одна из составляющих. Они требовали поднятия цен на газ. Это при том, что мы все знаем, что цены на газ должны быть где-то экономически обоснованы в районе 50 долларов нашего внутреннего потребления. Мы говорим о внутреннем газе. Нам внутреннего газа хватает. Значит, ну, этого тоже не происходит. Как бы никто не понижает это. Но требуют еще дальше поднять. При этом есть принципиальная позиция была Гройсмана, когда он последний раз заявлял о двойном повышении тарифа на газ, что это последнее повышение. То есть, сейчас он сам не будет. Он пытается держать слово. Хотите, я скажу, что опять слово правительство, к сожалению, с большим, опять же для нашего населения, не выполнит. Потому что расчеты ведущих аналитических центров украинских говорят о том, что примерно на 560 гривен в среднем поднимется стоимость отопления для населения. Потому что газ все-таки будет повышен тем или иным способом. Через ведение абонентской платы. Еще там есть фокусы. Поэтому он, свое слово, не сдержит, к сожалению, большому. И мы увидим рост тарифов. Особенно это увидим по электроэнергетике, по горячей воде и так далее. Михаил Юрьевич, вот ваше мнение. Почему все-таки деньги не дали? Ну, скажем так, Украина уже превратилась в кредитного наркомана. То есть, берется очередной кредит на погашение предыдущего кредита и так без конца понарастающий. Растет внешний долг. Действительно, они хотят, ну, скажем так, западное сообщество, мировое сообщество иметь дело с предсказуемым относительно партнером. Да, понятно, что им нужна наша земля, то есть, доступ к нашим ресурсам беспроблемный. И вот, почему, чем мешают наши олигархи, то есть, не олигархи как таковые мешают. Вот, они мешают тем, что, вот, скажем так, не позволяют здесь безраздельно хозяйничать. То есть, мы позволяем, а вот олигархи, вот они не хотят, чтобы кто-то, кроме них, еще безраздельно хозяйничать. Не берегут свой бизнес. Да, не берегут свой бизнес, да, совершенно верно. Поэтому, вот, я думаю, что уже, вот, вот, уже здесь было озвучено те основные причины, по которым транш не дали. Но, опять-таки, это еще способ давления на наше правительство. Потому что правительство понимает, что, вот, и правительство, и президент, что, если сейчас они, такая ситуация, как говорится, не разрулят, то надо будет уходить в отставку. А в отставку же никто уходить не хочет. На выборы, да, хотя бы. Ну, да, то есть, это удар такой перед выборами. Вот, поэтому, вот, это такая вот веревочка, то есть, как бы так, поводочек такой. А как думаете, что будет с курсом гривны? Да, все, что угодно, в принципе, может быть. Потому что, когда не работает экономика, ведь курс гривны у нас зависит от того, дадут нам транш очередной или не дадут. Это же ненормально, это совершенно не нормальная ситуация в стране. Не от того, как работает экономика, сколько, какие производятся товары, услуги и так далее. А зависит от внешних заимствований. Ну, то есть, курс можно сделать любой. Тем более, мы уже это знаем, как курс с 8 повышается, там, до 12, потом до 25. То есть, мы это все уже проходили. То есть, курс может быть любой. У нас нет рыночной экономики как таковой. Поэтому, курс может быть любой. Какой решат Порошенко и Гройс, мы на такой поставим курс. Я вот в начале эфира преднамеренно не говорил наш телефон прямого эфира. Хотел дать как раз нашим экспертам возможность высказаться по кругу по разу. И теперь тема действительно очень сложная. Хочу предложить вам звонить в студию, уважаемые телезрители. Телефон прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Звоните, будьте активными, принимайте участие в нашем интерактиве в том числе. Геннадий, ваше мнение, что будет с гривной? Понятно, что если бы мы знали точно и когда, что с ней будет, мы бы были очень богатыми людьми. Но вот в принципе, да, что ждать до конца года с курсом? Я могу дать только свод-анализ аналитических центров, которые специализируются на этом очень жестко, экономических, которые, ни один из них, я посмотрел, меньше 30 гривен не предполагают в следующем году курс. В средней погоде, я говорю. Ряд экспертов, мощных, можно назвать фамилии их, чтобы не рекламировать, они все-таки рассчитывают на курс до 35. Почему так происходит? Потому что за неполучением транша вовремя, для поддержания стагнирующей экономики, а это все-таки кредит, а кредит у нас в итоге получается 5-6% ВВП, его обслуживание, только проценты, представляете, какие-то громадные деньги. То весь рост в ноль мы только живем, как бы дожить бы до утра. Ночь простоять, день продержаться. Соответственно, может быть колебания, и в случае колебания сырьевых рынков или продукции, которая дает нам валюту, это немножко еще осталось, капельку машиностроения, там 4%, немножечко металлургия. Мы спекулянты. Да, мы спекулянты. Тогда мы можем качнуться на вот эти 5 гривен до 35. Я не говорю, что это произойдет, но вот такой свод-анализ от экономических центров. Риски есть, да? Да, риски высокие. Тем более, что мы получается, что весь возможный рост ВВП отдаем, а с 2019 года мы будем вообще его отдавать, потому что там начинается выплата кредитов 22 миллиарда долларов с 2018 и 2019 года. Представляете, какие это нагрузки? Это страшные вещи, но я считаю, что не страшно населению, потому что население должно наконец-то прийти в себя от этой либеральной политики, которая задушила его. Особенно медицинская реформа, пенсионная и другие реформы, которые образовательные, там частично. Они просто будут выдаивать из людей деньги необходимые, и эти деньги отразятся на том, что потребительский спрос еще более снизится. А это кризис неплатежей. И вот тут еще один качок маятника. Игорь, ваше мнение, что будет с национальной валютой? Ну, национальная валюта по Марксу давно не является деньгами. То есть, один из, так сказать, элементов денег, его свойств, правильнее будет сказать, одно из свойств денег – это средство накопления. Цена денег, которая, так сказать, непредсказуемая, это уже не деньги. То есть, когда одной из функций денег не существует, это уже, грубо говоря, не совсем деньги. Значит, это первая проблема, вот, бросайте камень в Маркса, не бросайте, все это понимают на собственных кошельках. Значит, это первый момент. Второй момент относительно, значит, почему так происходит. Вот я как политолог, я с политической точки зрения на все эти все пакости смотрю. Дело в том, что Украина, ну, относительно до недавнего времени, представляла из себя очень перспективный рынок сбыта для Европы. И если бы у нас здесь была, не надо там, какая-то сверхэкономическая ситуация, стабильная экономическая ситуация, то европейские банки могли бы сюда закачивать кредитные ресурсы, и украинцы прекрасно бы потребляли бы европейский продукт. Что для Европы, собственно говоря, в условиях мирового кризиса очень даже хорошо. А тут мы видим ситуацию, при которой вот из вот этой вот темы крупного рынка для Европы, из-под этой темы выбивается табуреточка. Причем выбивается из того места, где принимается решение. А решение принимается за океаном. То есть речь идет о американской, так сказать, стратегии. И что мы видим? Мы видим, что, так сказать, знаете, как в том фильме, да, это не твой зуб и не мой зуб, это их зуб, да. То есть украинцы сегодня являются заложниками позиции Соединенных Штатов на ослабление Европы. В условиях мирового кризиса. Это один из моментов, который никто в этой стране не обсуждает, но он лежит на поверхности. Михаил Юрьевич, вот у нас так получается иногда, что инфляция становится не следствием девальвации, она опережает как бы девальвацию за счет, вот когда появляются риски, вот такие, как сейчас, да, когда МВФ, допустим, не дало транш, ожидается сразу девальвация гривны и сразу цены идут вверх. Еще гривна не стала дешеветь, но при этом уже цены идут вверх. Вот тем более сейчас Новый год, мы знаем, у нас традиционно под Новый год растут цены. Вот что будет с ростом цен, что вы, как считаете? Ну, если производство не растет, а наоборот падает, то, естественно, что может произойти в таких условиях? Если спрос остается хотя бы на прежнем уровне, а производство сокращается, значит будут расти цены. Значит они, то есть мы это видим по хлебу, по всем продуктам повседневным, мы это все видим и цены, к сожалению, будут расти. Темпы роста цен предсказать, опять-таки, в наших условиях достаточно проблематично. Это будет зависеть от цены энергоносителей, вот в какую игру сыграет правительство. То они говорят, не будем повышать цен на газ, потом министр говорит, будем повышать, потом премьер-министр говорит, нет, нет, что вы, что вы, никогда, никогда. Но вот сейчас вот Геннадий Первый говорил, то есть действительно есть способы, вроде бы формально не повышая цен на газ, поднять тарифы и так далее. То есть, а естественно, как только поднимутся тарифы, значит это подстегнет дальнейший рост цен. То есть здесь игра такая вот, многокодовая, и ее прогнозировать весьма проблематично. Но единственное, можно сказать определенное, что цены, к сожалению, будут расти. Сейчас же опять-таки, повысили в этом месяце пенсию, пенсионеры получили уже перерасчет пенсии, кто там на пару сот гривен, кто на пару тысяч даже гривен получил перерасчет. Но где деньги? У нас что, заработала экономика, как, например, в Швейцарии, или появились какие-то накопительные мощные пенсионные фонды? Нет. Значит, это просто деньги напечатали. Естественно, вот это повышение пенсии, оно тоже отразится, не может не отразиться на дальнейшем росте цен, поскольку это сугубо инфляционное повышение пенсии, к сожалению. Вот вы являетесь единственным за данным столом представителем, действующим, по крайней мере, представителем академического сообщества, да? Общаетесь и с преподавателями, и с активной молодежью, образованной со студентами. У меня вот к вам вопрос не как экономисту, а как, скажем так, бытового рода социологу, да? Какие настроения вот действительно у людей, у прогрессивной молодежи относительно того, можно ли держать деньги в гривну? И видят ли они перспективу вот в том сбережениях национальной валюте? Или стараются все как бы под подушкой в долларах? Ну, у нас такой высокий уровень жизни, что сбережение может себе позволить далеко не каждый. Вот тут, как говорится, не до жира быть бы живу. Ну, хоть какая-то сумма есть, ну, хоть там... Ну, вы понимаете, значит, что касается сбережений в гривне, и вообще сбережений год назад министр финансов господин Дагилюк, когда после проведенного, после подачи им электронной декларации национальной агентстве по забеганию коррупции, значит, он там задекларировал 2 миллиона, по-моему, около 2 миллионов долларов наличными. Почему бы у вас наличные, так украинским же банкам нельзя доверять? Министр финансов сказал. Это министр финансов, ты бы сказал. Да, и он остается министром финансов. Значит, ну вот, пожалуйста, ответ на ваши вопросы. Это ответ, который слышала вся страна. Я обязательно хочу... Это одно заявление уже колоссальный удар делает. Я ваш мяч я хочу поймать, потому что Данилук же сказал еще такую вещь. Почему я вот смело заявляю, что мы прогнозировали, не будет МВФ? Потому что это игра, не будет кредита МВФ. Тоже Данилук и цитировал, он заявил, что в середине октября, что мы рассчитываем на то, что эта политика получения транша реалистична, и мы его получим. Ну вот смотрите, как говорит в Одессе макинги шеф, да? Поэтому доверять правительству скоро будет не только... Получит, но когда? Не только, да, уже эксперты, но уже боюсь, что и население перестанет доверять, и мы пойдем на выборы, а это как раз является глобальной все-таки причиной, кроме земельной, того, что стратегически принято решение отказать. Но может быть во втором квартале что-то там подкинут. Так вот, я еще дополню, наверное, Михаил, о том, что мы же имеем стокфляцию, это такой термин, который изучают в университетах экономисты, когда при одновременном росте цен, то есть инфляции, мы еще имеем выпадение производства. Реально, оно нормальное, есть, мизерное там, да, один процент, но в промышленности каждый квартал мы смотрим минус там 0,3-0,5 процентов. И, соответственно, основная проблема в том, что денег, добавленная стоимость, которая формируется в стране, а это, в первую очередь, машиностроение, в первую очередь, высокая добавленная стоимость, в первую очередь, производство, их не хватает для содержания всей остальной социальной, так называемой, структуры, то есть образования, медицины, там, социальной помощи и так далее, и так далее. И получается, мы ходим по замкнутому кругу и попадаем в эту долговую воронку, в кредитную воронку. И, слава богу, что нам этот миллиард, который нам обещали, там, или 2 миллиарда, сами мы можем свободно, с помощью ряда инструментов, привлечь сюда и внутреннего, и внешнего инвестора. И я вам не хочу такую цифру называть, но примерно там полторы-две недели экономика покажет признаки оживления, если будет вестись грамотная, рациональная, прогосударственная, проукраинская политика экономическая. Вот один из моментов, собственно, почему такая тема сегодняшнего эфира. Я, как корреспондент службы новостей, неоднократно снимал митинги людей, недовольных, доведенных до отчаяния, которые брали валютные кредиты на жилье, например. Но их не было другого выбора, их в том числе и банки уговаривали брать валютные кредиты, когда был курс 8. Теперь им нужно отдавать, у них доходы, они получают в гривне, при этом им нужно отдавать в разы и разы больше. То есть, ну, людей, просто говоря, ограбили. Они говорят, мы не будем отдавать. Но не отдавать тоже не получится. Они вынуждены договариваться как-то с банками. Вот такая вот сложная ситуация. Все, уже отвинили это все. Уже в одну-три неделю приняли решение, банки забирают все, и жилье, и машины, и любое имущество, уже нет этого моратория. Вот, я же говорю, вот почему эта тема родилась, безопасно ли держать деньги в ривнах. Правильно? Да, что они могут обесцениться. Мы по три года, я так надеюсь, своей страны. И если по факту мы говорим правду, то мы должны до конца не говорить, что, конечно же, нужно какую-то часть откладывать грин и верить в своей стране. Но лучше вложить или в бизнес, или все-таки вложить в твердую валюту, наверное. Может быть, это в криптовалюту сейчас модно говорить, да? Я считаю так, что если я откровенно населению, то вот вчера буквально Национальный банк Украины объявил о повышении учетной ставки. То есть стоимость денег повысилась с 12,5% на 13,5% для перепродажи, то есть рефинансирования коммерческим банком. Это означает, что правительство само не верит в себя, и Национальный банк не верит в стабильную гривну. Ну, это улучшение. А как же мы в нее можем верить? Очередное улучшение экономики. То есть со всех сторон надо четко понимать, и со стороны Запада, и со стороны нашего дорогого правительства. Идут меры по планомерному удушению экономики. И то, что у нас здесь инфляция, она самая смешная, даже не из-за того, что они там допечатывают деньги. Она из-за того, что схлопываются рынки, а на схлопывающихся рынках предпринимателю надо все больше и больше финансировать издержки производства. Ведь издержки никто же не отменял. Ему надо и за то платить, и за это платить. А производят он в разы меньше. То есть вот сюда он вкладывает тогда вот эту стоимость, которую он достает, и вот вам и рост всего. Нет, я скажу, Михаил, если дашь мне слово сейчас, потому что очередь уже как бы... Я сейчас, наверное, скажу, что есть... Моя очередь, Игорь. Нет, Игорь, нет, Игорь, нет, Игорь. Что проблема, если мы дискутируем? Проблема все-таки в том, что я следил внимательно, что делало правительство в этом году и Национальный банк. Они все-таки выполнили декларацию о том, что они не будут печатать дополнительные средства. Пока что держались в этом году, но деньги поднимали в экономику за счет немножко небольшого сокращения теневого оборота. Это-то правда. Бизнесмены вынуждены, как вы сказали, продавать излишки, определенные доставать авуары. Где-то недвижимость продавали, кто что мог. Где-то искали, кредитов же нету. Где-то находили инвестиции какие-то. Но вот тут чуть-чуть они поднимали капельку. Да, номинальная экономика там выросла, 1,6. И, кстати, прогноз к концу года 2,2. Сегодняшний свежий прогноз. Вы знаете, что 3% это все можно накрутить за счет фокуса. Поэтому 2,2,5. А вот теперь, когда они взяли подняли на 1% учетную ставку, тут они откровенно, конечно же, как я согласен с Михаилом и с вами, раскручивают маятник инфляции. Мало того, с нового года будет поднята минимальная заработная плата до 3,750 гривен примерно. И это тоже будет толчком к инфляционному маятнику, маховику, который никак не обоснован ростом производительности труда. Михаил Юрьевич, давайте закончим тем, на чем мы начинали. Действительно, мы сели, как абсолютно правильно и вы сказали, и ваши коллеги на кредитную иглу МВФ. Да, но мы на нее уже сели. С нее слезть так быстро не получится, согласитесь. То есть, что Украина должна сделать для того, чтобы получить очередной транш в первом квартале следующего года? Понятно, что рынка земли за этот период не будет. Понятно, что других вот таких вот глобальных требований мы не успеем просто выполнить. То есть, что Украина должна сделать? Это исключительно дипломатия? Ну, по сути дела, да. Хотя у нас и дипломатии, как таково, нет. Да, хромает. Да, очень сильно хромает. Но транш дадут. Потому что где еще найдут они таких послушных... Аборигенов. В первом, втором квартале все еще нет. Ну, в первом, втором квартале тут не суть. Важно, кредит они все равно. Даже если Украина ничего не сделает. А рынок земли, ну, если Украина сейчас в таких условиях, когда нет даже земельный кадастр, вот мы знаем, какие проблемы и скандалы коррупционные с госгеокадастром происходят на фоне вот мутной водички. То есть, как можно вообще открывать рынок земли, когда нет не только механизма самого рынка земли, но нет даже информации о земле. То есть, госгеокадастр – это информация о земле, о ее собственнике, о ее качестве. У нас не готов к кадастр. Как можно открывать рынок земли? Это просто или идиотировали, или... Это же самое то. То есть, представьте, что утречком у нас возникнет целая куча земельных олигархов, которых вчера еще не было. Да, да, да. Поэтому кредит дадут, транш дадут, и Украину будут топить изо всех сил, так, чтобы не выплаталось. Давайте подводить итоги. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты нашего интерактива. Мы спрашивали, безопасно ли держать деньги в гривне? Итак. 29% менее, третий. Ну, я считаю, что это, в принципе, уже не было. Да, оптимисты. Да, да. Ну, соответственно, нет, считает 71%. Давайте прокомментируем в режиме Блиц по 30 секунд. Мнение наших телезрителей. Геннадий. Ну, вот это 79% – это население, которое на протяжении всех лет независимости, 71% убедилось в том, что нельзя доверять нашей стабильной валюте, гривна – нестабильная валюта. И, соответственно, нужна ротация элит при участии граждан. Граждане сами должны, наконец-то, разобраться, кто нужен им в качестве правительства. И у нас, получается, вот эта неэффективная демократия с несформировавшейся элитой, она как раз и является причиной того, что мы сейчас об этом рассказываем. И не следует все-таки брать валютные кредиты, ни в коем случае, при неработающей экономике, при высоких таких экономических отдаче. То есть, получается, отдадим имуществом. И нас загоняют, правильно говоря, коллегой. Соответственно, я не вижу перспективы большой, кроме как развернуть полностью политику экономическую в целях развития внутреннего рынка. Игорь. Ну, что нужно сказать. 71% реалистов, 29% людей, которые верят в светлое будущее, знаете, как Жванецкий, говорит, видели наших покойников. Большинство улыбается. Верили, пока жили. Поэтому, ну, что тут добавить? Как бы мы понимаем, что деньги можно держать не только в долларах, но и в евро пока что. Ну, посмотрим, как бы, естественно, функция, функция. Да, еще криптовалюта, говорят, сильно дорожает, но там скачки сильно на пирамиду похожи. Но с биткоиной были запретили в Украине. Так что тут, я же говорю, тоже сомнительная. С другой стороны, вся прогрессивная общественность в Киеве берет взятки в биткоинах. Тут же взятки же, поэтому, как бы, вот. Поэтому биткоин впереди планирует и все. Ну, вот тут, кстати, очень важный момент по коррупции берет взятки. Действительно, что вы пошли инвестиции, как мне кажется, нужно все-таки создавать, хотя, может, кому-то это кажется неважным, создавать антикоррупционный суд, чтобы у нас получился уже замкнутый цикл. На бульсап и антикоррупционный суд. Мы не попробуем все эти суды. Надо четко понимать, что в обычных судах разваливаются все дела, которые по буту, да, подают. И дискредитируется сама идея антикоррупционного суда. Все будут не разваливаться, если это, так сказать, понимаете, антикоррупционные суда, как бы, не по теме передачи, но просто, чтобы снять, как бы, вопрос, это рычаг управления из-за границы. Вот на БУ антикоррупционный суд, это некий рычаг, через который они собираются тут как-то, вот, бороться с коррупцией. Не будут они бороться с коррупцией, не интересует их коррупция. В 90-е годах я немножко старше вас, и я наблюдал вот этих вот людей, которые приезжали из вот той главной страны и строили здесь вот эту коррупцию, и создавали вот этих олигархов. Мы же не имели этого опыта. А в Америке этот опыт имеет 200-летнее происхождение. Поэтому там, как бы, все оттуда. На самом деле их интересует управление, ручное управление. И вот это, это инструменты ручного управления. Если они посчитают, что этими инструментами надо пользоваться по-другому, будут пользоваться по-другому. Везде люди, наши суды сегодня могут выносить любые решения. У нас в законодательстве все есть. И вообще надо читать Конституцию. Это одна большая тема, с которой мы еще вернемся в других программах. Да, Михаил Юрьевич. Ну, что касается вот вопроса, вот, вашего близ опроса в передаче. Ну, это, как говорится, такой экспресс-рейтинг доверия правительству и президенту. Ну, вот 29% все-таки еще доверяют. Ну, и к моему большому удивлению, ну, что ж, можно порадоваться. Но то, что больше половины не доверяет, это, я думаю, что это очень такой тревожный симптом. И в преддверии парламентских и президентских выборов, я думаю, что руководству страны есть о чем задуматься. Я думаю, что такой же результат будет не только по Одессе, по любому другому городу, вряд ли он окажется намного выше. И то, что люди не доверяют правительству, не доверяют государству, это весьма тревожно. И нужно из этого делать какие-то выводы, извлекать уроки. Потому что, естественно, что этот результат, он известен и на Западе. И поэтому вот они ведут такую политику, которая позволяет им манипулировать нашим правительством как угодно. То есть, ребята, вы хотите еще остаться в власти, тогда мы вам сейчас немножко там конфетку, там, в оберточке чего-нибудь сладенького подбросим. Или просто не накажем. Или не накажем, или хотя бы не накажем. Ну, вот авторитетные социологические службы показывают еще рейтинг, причем значительно меньше рейтинг доверия. А вот если говорить о рейтинге недоверия, антирейтинге так называемом, то вот как раз вот 70% да, это тот вот рейтинг, который... Да, видите, так что ваша передача как раз держит руку на пульсе. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо за действительно экспертную беседу, экспертную дискуссию. Спасибо, что пришли там. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня говорили о стабильности гривны, о перспективах стабильности гривны. У нас в гостях были политолог, президент Центра, исследовательского центра ЛАД Геннадий Чижов, журналист, эксперт Игорь Назаренко и экономист Михаил Борисов. Студию провел Константин Гречан и работали в прямом эфире. Всего доброго.